Девушки отдыхают Девушки отдыхают То, что называют шоковой терапией, великой трансформацией 90-х годов, они же не на пустом месте возникли. Это значит, что в обществе накопились какие-то проблемы, какие-то противоречия, которые с помощью этих реформ пытались решить. Поэтому, наверное, надо немного поговорить о предыстории, о тех временах, которые предшествовали этим реформам. Дело в том, что примерно 70 лет в течение XX века, начиная с 1917 и заканчивая 1991 годом, в России существовала система централизованного планирования. Политически эту систему называли социализм, а экономически правильным было бы назвать эту систему системой централизованного планирования. Это был такой грандиозный исторический эксперимент в масштабах целой очень большой страны. Да и потом еще ряд стран, пусть и на более короткое время, поучаствовали в этом эксперименте. Например, Китайская Народная Республика, страны Восточной Европы. Так вот, в рамках этой системы экономика была устроена сильно по-другому. Основные решения принимались в едином центре. И распределение ресурсов, выдача производственных заданий – все это определялось единым центром. Конечно, у такой экономической системы были преимущества. Скажем, экономика централизованного планирования, безусловно, оправдала себя во время Великой Отечественной войны, когда вот эти централизованные решения обеспечивали мощные экономические результаты, которые позволили Советскому Союзу одержать победу над фашистской Германией. Но у этой системы было и много недостатков, много слабых мест. И вот эти недостатки и слабые места привели к тому, что к концу 80-х годов в советской экономике, в СССР накопилось очень много глобальных проблем, серьезных противоречий и очень значительных структурных диспропорций, которые мешали этой экономике нормально функционировать. Ну, я назову некоторые из этих проблем и противоречий. Были объективные проблемы, связанные с централизованной плановой экономикой. За эти десятилетия, во-первых, так и не удалось найти нормального измерителя экономической деятельности. Ни предприятиям, ни работникам не было понятно, кто работает лучше, кто работает хуже, кому надо платить денег больше, кому надо платить денег меньше. Это вызывало справедливое раздражение, непонимание того, что происходит. Вторая проблема была – это слишком большие масштабы экономики. Если, скажем, в начале 20-го века экономикой страны можно было более-менее управлять из единого центра, то потом стало гораздо больше отраслей, гораздо больше технологий, гораздо больше предприятий. И как вот раздать из единого центра задания сотням тысяч экономических субъектов, миллионам работников, стало совершенно непонятно. И центр принимал много решений вслепую и, естественно, делал много ошибок. Кроме того, наверное, следует сказать, что принципы действия советской экономики и цели этой экономики во многом определялись не экономическими, а политическими причинами. СССР имел глобальные политические амбиции и ставил перед собой задачи, которые явно не соответствовали масштабу имеющихся ресурсов. Военно-политические задачи были главными, задачи социально-экономического развития в ряде случаев были второстепенными. Поэтому военно-промышленный комплекс в СССР был развит хорошо, гражданские отрасли промышленности и вообще народного хозяйства были развиты гораздо хуже. Началась стагнация уровня жизни населения. Население стало проявлять массовое недовольство и стало понятно, что надо что-то делать. Здесь были, конечно, разные варианты развития событий. Эти варианты активно обсуждались в обществе в 80-е годы. Стали приглашаться разные группы иностранных советников. Одни группы предлагали менее радикальные пути трансформации советской экономики. Другие группы предлагали более радикальные пути советской трансформации. Мне доводилось беседовать с представителями Франции, которые принимали участие в консультировании позднесоветских властей. Они говорили, что мы понимали, что радикально и быстро менять эту систему не стоит. Слишком великие риски, слишком великие проблемы, что надо постепенно, пошагово, хорошо все продумывая. Почему у вас в итоге избрали радикальный способ реформ, мы до конца так и не поняли. Скорее всего, это объясняется политической ситуацией тех лет, когда радикализация происходила в обществе очень быстро. Радикализация точек зрения, радикализация взглядов на пути развития. И поэтому был выбран на самом деле самый радикальный из всех вариантов реформ. Все верили в чудодейственную силу рыночных реформ. Очень многим казалось, что есть вот эта волшебная палочка, которая одним взмахом руки позволит исправить все ошибки, которые накопились в экономике. И что рыночная экономика, механизмы рыночного самодействия – это волшебная палочка и есть. Один известный острословец, такой был профессор Олег Сергеевич Пчелинцев, ныне покойный, к сожалению, он шутил так. Чем Егор Тимурович Гайдар, лидер реформаторского правительства, подкупил тогдашнего президента Бориса Николаевича Ельцина? А он сказал ему, что лично ему, Борису Николаевичу Ельцину, ничего делать будет не надо. Все за него сделает невидимая рука рынка. Но рыночные механизмы – вещь бесчувственная, не эмоциональная. Они действуют так, как они действуют. Им абсолютно наплевать на эмоции политиков, на эмоции экономистов, на их предчувствия. Поэтому, когда начались реформы, как сейчас шутят, что-то пошло не так. Начав радикальные рыночные реформы, мы вогнали страну в многолетний экономический кризис. Даже не депрессию, а глубокий экономический спад. На самом деле, очень экономически тяжелая ситуация. В стране длилась с 1992 по 1998 год. Это были годы непрерывного спада. С какими основными проблемами мы столкнулись? Вот внедрив вот эти рыночные механизмы предельно радикальным способом, мы вогнали страну в гиперинфляцию. Достаточно сказать, что в 1992 году уровень розничных цен в стране вырос в 25 раз. Сейчас это довольно трудно представить, но это была реальность 1992 года. В 1993 году рост цен несколько замедлился, но все равно в 1993 году цены выросли в 10 раз. И это я имею в виду потребительские цены, а ведь были еще цены производителей. Скажем, цены на энергоресурсы в течение 1992 года выросли примерно в 55 раз. Представляете, что творилось? Деньги стремительно обесценивались. То, что предприятия зарабатывали, обесценивалось. То, что граждане зарабатывали, обесценивалось. Наша власть тогдашняя не очень понимала, что делать, потому что, с одной стороны, вроде бы надо было бороться с инфляцией, надо ограничивать поступление денег в экономику. И поэтому проводилась так называемая жесткая финансовая политика. Бюджетные расходы ограничивались, вливания в экономику ограничивались. Пытались в те годы судорожно удерживать курс рубля на более-менее постоянном уровне. Но инфляция поддерживалась и немонетарными факторами, то есть структурными диспропорциями в экономике. Прежде всего, так называемая инфляция издержек, когда те, кто поставлял продукцию, просто не могли продавать ее себе в убыток. И поэтому они вынужденно поднимали цены, даже не желая этого. И вот такая вот дурная бесконечность в виде цикла ужесточения бюджетной политики, коллапс производства, смягчения денежной политики, рост цен, ужесточения денежной политики, очередной спад в производстве, это повторялось на протяжении примерно шести лет. Еще одним механизмом, который, по мнению реформаторов, должен был позволить нам решить наши проблемы, была приватизация. Приватизация имела официальные цели и неофициальные цели. Официальные цели были провозглашены в программе приватизации, которая была опубликована в 1992 году. И эти цели были таковы. Повышение эффективности экономики, создание широкого класса собственников, повышение уровня жизни граждан, ну и еще ряд других подобных благонамеренных целей. Но в реальности тот, кто сформулировал эту программу приватизации, а потом реализовывал ее на практике, говорили, что приватизация важна как таковая. То есть они руководствовались не экономическими мотивами, а политическими мотивами. Впоследствии отец российской приватизации Анатолий Борисович Чубайс так и написал, что приватизация была важна сама по себе. Потому что если бы мы стали проводить приватизацию по критериям экономической эффективности, то тогда бы вернулся бы социалистический строй, и это было бы плохо. Ну, видите, как всегда оказалось, что при внесении идеологии в экономическую политику приносит только минусовые результаты. Дело в том, что собственность раздавалась без учета того, смогут ли новые собственники эффективно продолжать производство или нет. Честные деньги они принесли для того, чтобы приватизировать предприятие или нет. И вообще, кто эти люди? Может быть, это злонамеренные чиновники, использующие административный ресурс? Или, может быть, это представители организованной преступности? Это никого не волновало из тех, кто проводил приватизацию. В результате приватизация у нас проводилась с огромными издержками для экономики, которые заключались в том, что произошла полная деградация деловой этики. Возникла огромнейшая утечка капитала за рубеж, потому что вот частный собственник, который зашел на предприятие не для того, чтобы его развивать, а для того, чтобы разграбить активы, он же понимал, что это не может продолжаться долго. Общество и государство возмутятся и призовут к ответу. Поэтому что надо делать? Надо как можно скорее раззорить предприятие, как можно скорее перекачать в свой карман деньги, вырученные от разграблений, и как можно скорее, пока границы открыты, перекачать эти деньги за рубеж. Конечно, приватизация как таковая была нужна, была важна при переходе страны к рыночной экономике, но весь вопрос заключался в каких формах проводить эту приватизацию. Мы избрали в тот момент так называемую ваучерную приватизацию, то есть приватизацию, основанную на прямоугольной бумажке под названием ваучер. Предполагалось, что каждый гражданин России, получив ваучер, получает право на соответствующую долю общенародной собственности и может прийти с этой бумажкой в инвестиционный фонд или на предприятие и в обмен на нее получить какую-то долю в капитале. Но дело в том, что ваучеры были обезличенными, их пустили в свободный оборот, их можно было легко скупать за копейки, концентрировать в чьих-то руках, и потом на эти бумажки, а не за живые деньги, приватизировать довольно серьезные предприятия. Причем информация о наиболее лакомых кусках общегосударственной собственности довольно серьезно скрывалась. Все это происходило в рамках так называемой шоковой терапии. Было такое модное выражение. Вот сейчас мы проведем в экономике так называемую шоковую терапию. Некоторое время достаточно короткое. Всем будет больно, но потом всем будет хорошо. Но, к сожалению, у нас шок был, с терапией получилось гораздо хуже. Экономический кризис в стране после начала радикальных рыночных реформ продолжался вплоть до августа 1998 года. За это время, по разным оценкам, валовый внутренний продукт России сократился в два раза. Доходы населения примерно на треть сократились. выпуск промышленности сократился на 50-60%. То есть наша промышленность примерно в два с небольшим раза провалилась. А инвестиции в экономике сократились в пять раз. То есть процессы развития практически остановились. Какие при этом возникли проблемы у экономики в целом, у предприятий, у граждан? Ну, во-первых, серьезные структурные проблемы возникли. У нас некоторые отрасли, особенно экспортоориентированные, более-менее сохранились. Ну, в частности, добыча газа, добыча нефти, производство минеральных удобрений, производство в некоторых видах химической продукции. Поскольку при резком падении внутреннего спроса предприятия этих отраслей имели возможность продавать свою продукцию за рубеж, то у них с выручкой было неплохо. Но вот обслуживающие отрасли, прежде всего, такие отрасли, как машиностроение, сфера услуг, ориентированные преимущественно на внутренний рынок, из-за серьезного сокращения спроса, тоже попали в очень тяжелую ситуацию. По сути, им некуда было продавать свою продукцию. Они раззарялись, закрывались. Работники этих отраслей либо резко теряли в уровне жизни, либо вообще оказывались на рынке труда, иными словами, их увольняли и делай, что хочешь. Причем это был такой, знаете, социальный дарвинизм в 90-е годы. Никто о этих людях не заботился. Вот тебя уволили, и иди гуляй, ищи работу сам. Никакой тебе сколько-нибудь серьезной поддержки от государства, от региональных властей, от уволившего тебя предприятия не будет. Иногда, читая мемуары людей, входивших в состав первого реформаторского правительства, можно прочитать такие оправдания, как... Ну, вы знаете, ситуация была настолько тяжелой, что пришлось бросить экономику страны в эту пучину шоковых реформ. Ведь там на пороге страны был реальный голод. Мы вынуждены были решать эти проблемы. Но если посмотреть всю ту же статистику, кажется, что все это неправда. Ведь если мы возьмем 92-й год и посмотрим, что в стране производилось, то выяснится, что это была большая экономика, что нефть и газ в стране производилось лишь немногим меньше, чем производится сейчас, 30 лет спустя. То есть были ресурсы для валютных поступлений, для валютной выручки. Пожалуйста, продавайте нефть и газ за границу. Между прочим, мясо, зерна производилось практически столько, сколько производится сейчас. То есть о каком голоде идет речь? Угрозы голода, конечно, в постсоветской России не было. Так же, как и угрозы тотального коллапса в экономике. Хотя, да, я помню, как высказывались с точки зрения, что если экономика страны и объемы производства упадут на 20-30%, то все остановится. Выяснилось, что экономика, население, предприятия обладают гораздо более высокими адаптивными способностями, они приспособились довольно быстро. Вот да, представьте себе, производство упало в два раза, но ничего не остановилось. Электричество продолжало оставаться в сетях, ну, почти всегда. Отключения бывали, но все-таки они не были в России тотальными. Ожидалось, что при таком спаде производства остановится транспорт, например, транспорт в России не остановился. Продолжали ходить поезда, продолжали ходить автобусы, пусть реже, но они продолжали ходить. Не остановились системы жилищно-коммунального хозяйства, продолжало подаваться тепло. В дома не во все, но в подавляющее большинство продолжали работать системы водоснабжения и канализации. Но, тем не менее, жуткое падение уровня жизни у большинства населения – это, к сожалению, правда. Пенсионеры, массово копающиеся в мусорных баках – это не фигура речи, действительно так было. Разгул преступности, в том числе экономический, это тоже наши 90-е годы, тоже печальная правда об этих годах. Тем не менее, это был очень интересный период реформы 90-х годов, как ни парадоксально, довольно плохо описанной в литературе. Поэтому я надеюсь, что подробные исторические труды на этот счет будут все-таки написаны, и написаны достаточно скоро, пока люди живы, пока люди помнят, пока все способны адекватно описывать то, что происходило. Но, тем не менее, этот опыт поучительный. Он поучительный с той точки зрения, как и какие ошибки не надо делать, и с той точки зрения, какие решения и как надо выбирать, чтобы они оказались успешными. На этом на сегодня все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.